Продолжение следует... Раз, раз, раз. Давайте я без микрофон. Слышно было? Мы выполняем нашу цель. Цель нашей подготовки – это, в принципе, выполнение полетов, да? Выполнение полетов, интересных полетов. Но, прежде всего, интересные полеты – это одно из направлений, которые мы хотим достичь. Главное, нам необходимо выполнять полеты максимальной безопасности. Основная задача любой эксплуатации воздушного судна – это перелет из пункта А в пункт Б, да? С различными там решениями, с решением различных задач. Либо там эта деятельность какая-то развлекательная, либо перевозка людей, либо выполнение таких-то демонстрационных полетов. Общеизвестно такое понятие, как человеческий фактор. И в настоящий момент это понятие, человеческий фактор, не завращено максимально. То есть, любое нарушение, связанное с эксплуатацией воздушного судна, как правило, прокруется не в пользу человека, не в пользу ледного состава. Еще Маргалай в свое время сказал, что сел в кабину, ледчик уже виноват. И любое его действие, или ошибка будет оскладываться, к сожалению, вне в его пользу. Так вот, ну что же такое человеческий фактор, и как он действует на безопасность полета? Как воздействует на безопасность полета? Необходимо рассмотреть с человека в авиационной системе. Что такое авиационная система? Авиационная система – это пилот, пилот, воздушное судно и воздушный следат. Вот взаимодействие все эти три компонента образует, по сути, авиационную систему. Но это разбытое такое понятие. Авиационная система – это не только пилот и воздушное судно, но это еще система управления полетом воздушным судном, это еще система подготовки самого пилота, система создания воздушного судна, ну и так далее. Так вот, если один из этих компонентов каким-либо образом неправильно функционирует, то вся авиационная система работает нестабильно. Раз она работает нестабильно, то всегда есть вероятность того, что что-то из этой авиационной системы может привести к развитию неправильной ситуации в полете. Если рассматривать человека как часть этой авиационной системы, то человек, в принципе, имеет право на ошибку, правильно? Потому что абсолютно надежным человеком быть не может. У него есть определенные личностные, какие-то личностные характеристики. То есть этот человек очень хорошо работает и приспосабливается к этой среде, к изменяющейся среде. Другой человек не может настолько быстро адаптироваться к ней и совершает, соответственно, ошибки. Так вот, изначально, чтобы система функционировала достаточно хорошо, проводят отборный вот этот состав на предварительном этапе, прежде чем он поднялся в воздух, прежде чем приступить к его обучению, соответственно, человека отбирают. Насколько он способен, насколько он адаптирован к этой системе, к летной работе. После этого проходит подготовка непосредственно к этого человека. Соответственно, что же такое человеческий факт? Вот если, допустим, при выполнении полета пилот попал в условия, к которым он не подготовил, например, ухудшение видимости, или у понижения нижней границы ухудшенности. Попадая в такие условия, он принимает решение, что продолжает выполнение полета. Полет заканчивается не очень хорошо. В этой ситуации кто виноват? Пилот, который решил, что можно продолжать полет? Или, быть может, его поставили в такую ситуацию, когда он вынужден продолжать полет? Как вы считаете? Кто виноват в этой ситуации? Конечно, пилот. Конечно, пилот, да? Вот это на самом деле неправильное мнение. То есть, пилота, по сути, подготовили совершить ошибку. То есть, он изначально был настроен на то, чтобы эту ошибку совершить. Конечно, есть такое понятие и грань личностного фактора это безалаберность, стремление к каким-то к университетическим решениям. То есть, все это тоже присутствует у человека. Но, опять же, виновата система, потому что она допустила этого человека к выполнению полета. То есть, система несовершенна. Мы, по сути, выполняем полеты, отчасти рискованная. Потому что мы изначально, во-первых, мы знаем сами себя, насколько мы адаптированы к этой ситуации. И, во-вторых, мы не можем быть на 100% подготовлены к работе именно в этих ситуациях. Так вот, изначально система, чтобы подстраховать себя, ставит летный состав в определенный рамп. То есть, нам ограничивают видимость, да? У нас у каждого человека есть, у каждого пилота есть свой допуск. То есть, нижняя граница облачности, и, соответственно, горизонтальная видимость, или полетная видимость, в которой мы можем выполнять полет. То есть, допустим, 150, нижняя граница облачности 150 метров, и видимость 2 километра. Либо более такие простые условия. Нижний край 200 метров, и, соответственно, видимость 3 километра. Ну и так далее. Для дневных условий, или для ночных условий, соответственно, более жесткий треб. Так вот, можем ли мы попасть в такие условия, которые мы не подготовлены? Осенний и синий период как раз и характеризуются тем, что вероятность попадания именно в такие условия очень высока. Нам сложно прогнозировать метеообстановку, потому что в настоящий момент не настолько эта метеообстановка нам доводится точно. Мы можем получать ее из интернета, но насколько гарантированно, что именно нижняя граница облачности соответствует в данном районе, в котором мы будем выполнять полет, соответствует тому, что выданно на сайте. То есть, изначально мы летим в каком-то направлении, по сути, на свой страх и риск, и на удачу. И непосредственно уже анализируем попадания, какие в эти условия, когда мы в них уже буквально попали. То есть, нам нужно принимать решение достаточно быстро. И решение должно быть единственное правило, единственное веро. Я хотел бы вам привести для внимания вот этот документ, это правило расследования аэкционных происшествий и инцидентов с Гражданскими Воздушными Существами Российской Федерации. Это постановление правительства 118 июня 1998 года, номер 609. Так вот, если происходит сбой на авиационную систему, и этот сбой приводит к тому, что случается какое-то авиационное происшествие, авиационная ситуация, то, соответственно, проводится расследование согласно этого документа. Вам необходимо, по крайней мере, получить какое-то представление. Я поэтому сделал, подобрал слайды, и мы сейчас немножко поработаем пакетный документ. Получебные вопросы от общей положения про тьми, особой ситуации, классификация, классификация ойцовых событий и веющие события, ближайшие наследования, эксплуатации, и расследования, порядок, последований ойцовых расследований. Правила расследования ойцовых происшествиях и инцидентов установлен порядок, расследования, классификация, учета ойцовых происшествиях и инцидентов с гражданскими и возбужденными судами. А в государственной авиации тоже работает такой же документ, и расследование проводится практически то же самое. Любое авиационное происшествие или инцидент с гражданским воздушным судом Российской Федерации служит обязательному расследованию. Лица, виновные в умышленном сокрытии авиационного происшествия или инцидента, сведения о них в рамках искажения информации и повреждения несуспособственного ответа. Еще раз хочу обратить внимание на тот факт, что целью расследования авиационного происшествия является установления причин авиационного инцидента, никак не определения виновника этого события. То есть постоянно ставятся какие-то штампы, да? Вот случилось авиационное событие, виноват Ивановский или Петров. На самом деле целью расследования авиационного происшествия является установление причин, дабы не повторять эти ошибки в дальнейшем. Итак, при выполнении полетов мы находимся в нормальном нашем рабочем состоянии, пилотируя воздушную ссору. Все нам знакомо. Мы получили достаточную подготовку, чтобы выполнить полет из пункта АПП без опасности. Но воздушная среда, в которой мы перемещаемся, может внести какие-то перейти в нашу безопасную полет. Плюс какое-то еще внешнее воздействие, внешние факторы, такие как усложнение воздушной обстановки, влияние на наш полет, допустим, диспетчера, появление воздушных судов, ограниченная видимость, то все это в комплексе может привести к развитию следующей ситуации. К развитию особой ситуации. Так вот, первый элемент, первая грань особой ситуации это усложнение условия полета. Усложненные ситуации. В этом состоянии состояние воздушного суда экипажа может быть благополучно завершен без особых и экстренных действий экипажа. Но предусловно, что экипаж подготовлен к выполнению и решению задачи именно в этой ситуации. Сложная ситуация. Это особая ситуация, при которой возможность квалификации экипажа расчета формов управления больной, а также резервы работоспособности авиационной техники достаточной для предотвращения авиационного чрезвычайного происшествия. Но только при своевременной и правильной соответствующей обстановке действий экипажа. Мы рассмотрим такой простой пример отказ двигателя в полете. То есть, в принципе, мы отрабатываем все эти элементы и можем при грамотном выполнении действий в случае отказа двигателя безопасно закончить полет. посадка может выполниться без ущерба для воздушного судна или для лиц, находящихся на лед. Аварийная ситуация. Это особая ситуация, при которой возможность квалификации экипажа расчета формов управления полета, а также резервы работоспособности авиационной техники могут оказаться достаточными для предотвращения авиационного и потери или повреждения воздушного судна становятся наиболее невероятным скором полета. Опять же, тот же самый пример, допустим, пожар двигателя или остановка двигателя на гнездной массиве. Как мы можем повлиять в этой ситуации на безопасный скором полета? Мы выполним все действия правильно, мы загасим скорость, мы пройдем к гнездному массиву на минимальной скоростях и постараемся посадить вертолет безопасно, но в любом случае все это закончится аварией, то есть воздушное судно получит повреждение и это на 100% гарантировано, потому что в данной ситуации пилот уже никак не может повлиять на безаварийное истечение решения этой проблемы. Ну и следующая ситуация или особую условию особую ситуацию это катастрофическая ситуация. Особая ситуация, при которой прекращение гиберекипажа пассажиров или потеря воздушного судна практически невозможна. Но это ситуация там, на которую мы, к сожалению, повлиять никак не можем. То есть отказ, допустим, катастрофический отказ управления воздушным судном или разрушение воздушного судна в полете. то есть все то, на что мы повлиять не можем и все то, что закончится как правило гибелью и воздушного судна, или находящимся на борту воздушного судна, все это нужно отнести катастрофическим ситуациям. К счастью, такие ситуации достаточно редкость, особенно в авиации, но тем не менее нужно понимать, что наш уровень подготовки должен соответствовать тому, чтобы мы выполняли полеты максимально безопасно. Если мы попадаем в какие-то условия полета усложненные, мы должны уметь выйти из этих условий максимально безопасно. если мы попали в сложную ситуацию, которая переросла в аварийную, мы должны с этой ситуацией справляться и перенести, закончить полет максимально безопасно. Классификация авиационных событий. Авиационные события подразделяются. Вот очень часто можно слышать, когда журналисты в случае допустим гибели воздушного судна и лиц находящихся на борту. Когда дают интервью, вернее репортаж, то звучит следующее, что вот в результате аварии погибли люди. Если рассматривать классификацию авиационных событий, то они подразделяются на следующие. Мы сейчас поймем, почему в данной ситуации журналисты не даже. Так вот, авиационные события. Это авиационное происшествие, прежде всего. Это самое сложное. Самое сложное по величине последствий неправильное действие, допустим, попадание в какие-то условия. Оно подразделяется. Дальше. Авиационные события, авиационный инцидент, следующие, по величине сложности и производственные происшествия. Авиационные происшествия подразделяются на аварию и катастрофу. Так вот, аварий, если повреждено воздушное сутро, но лица, находящиеся на борту, даже если они получили травму, но тем не менее сохранили себе жизнь, то в этом случае авиационное событие будет классифицироваться как аварий. А вот если есть погибшие, то соответственно это тоже катастроф. Авиационный инцидент подразделяется на собственный авиационный инцидент и серьезный авиационный инцидент. Авиационные происшествия, чрезвычайные происшествия и наземные происшествия. Сейчас мы разберем последовательно, что такое авиационное происшествие. Это событие связано с использованием воздушного судна, в ходе которого какое-либо лицо получает местное повреждение с самолетовым исходом в результате нахождения в данном воздушном судне. Воздушное судно получает повреждение или происходит разрушение его конструкции, в результате чего повышается мощность конструкции, ухудшается технические и верховные характеристики воздушного судна, требуется трудная ремонт Воздушная суда пропадает без вести или оказывается в таком месте, где доступ к нему абсолютно невозможно. Катастрофа. Авиационные происшествия, приведшие к гибели или пропаже без вести какого-либо из пассажиров или членов экипажа. Катастрофам относится также к случаю гибели какого-либо из лица, находившегося на борту в процессе их аварийной эвакуации из воздушного суда. То есть, если до 30 дней никто не погиб в результате авиационных событий, то, соответственно, это авиационное происшествие по правилам аварии. Если кто-то погиб, то, соответственно, катастрофа. Авария авиационных происшествий, не померяющие собой человеческих жертв, перепропажа без вести какого-либо из пассажиров. Авиационный инцидент. Событие, связанное с использованием воздушного судна, которое имело место с момента, когда какой-либо лицовский перенагод замеет не совершить полетку. Серьезный авиационный инцидент. Авиационный инцидент, кстати, готов указывать на то, что едва не имело место авиационных происшествий. Вот примерный перечень характерных признаков, которые, как правило, соблются в серьезном инциденте. Повреждения воздушного судна на земле. Событие, связанное с сослуженным хранением и транспортировкой воздушного судна, при котором судно дочинено к повреждениям, не урушающие его силовые элементы и не урушающие его физические возможности. Излучаемое происшествие. Событие, связанное с эксплуатацией воздушного судна, но не относящееся к традиционным повреждениям, при котором наступило одно из следующих последствий. Какие переходы, которые находятся в традиционном повреждении воздушного судна, улучшенные или неосторожные действия, самовынцеводавшего, или других действий, связанное с инцидентом воздушного судна. Я читаю. Перечень событий, подлежащих расследованию эксплуатации. Разрушение и повреждение несиловых элементов в ланере, отрыв-открытие в полюте дверей, ручков, трапов, капотов, обцикателей. Разрушение и повреждение элементов, присущихся в углу, в методах, втулки, присущие места, или в углу мута. То есть здесь перечислены все те события, которые подлежат расследованию. Допустим, вы взлете, и открылась у вас дверь, вы ее не закрыли. По сути, если обращаться к профи, то это событие требует вас расследованию как авиационная инцидента. Потеря пространственной или инновационной ориентировки. Опять же, авиационная инцидента. Столповение с птицами, авиационная цель, пожарные воздушные судны, возникновение вибраций, выпуск воздушного судна в полет с разрешенным текущим марсом. 20-й таборку, обращаю внимание, полет воздушных суднов, осуществляемых без заявок, соответствует разрешение водного упорта, управление воздушным движением. Ворушение безопасного санта полета установлено право протекального и вид хорошего. Проследование ориентированных инцидента. Авиационные инциденты... Проследование ориентированных инцидента проводят ФАС в России. Проследование ориентированных инцидентах участия заинтересованных федеральных органов исполнительных власти. Здесь описан порядок оповещения об авиационном инциденте. Обращаю внимание, что в случае возникновения какого-либо события, то с момента авиационного инцидента ответственность за проведение первоначальных действий на месте авиационного инцидента предлагается на плавивке организации. Либо до их прибытия на командиры воздушного инцидента. Обращаю внимание к этому. Здесь перечень мероприятий, которые проводятся, случаются события. Продолжение следует... Следующий слайд порядок работают комиссии по расследованию авиационного инцидента. Составляется план и по результатам деятельности разрабатываются соответственно документы. Как правило, результаты работы комиссии и выработанный документ циркулярно рассылаются по авиационному подразделению. То есть эта информация становится общедоступной. Для чего? Прежде всего для того, чтобы люди не совершали подобных ошибок. Продолжение следует... Как правило, в период подготовки летного состава к весенне-летней или осенне-зимней эксплуатации воздушных судов и выполнению полетов в этих условиях проводятся специальные занятия. Наше специальное занятие на сегодняшнем семинаре направлено на изучение обстоятельств и причин авиационных происшествий, которые имели место из-за попадания вертолетов легкого класса, если всего это нас интересует, приборные условия полета. То есть тема сегодняшнего занятия – это предотвращение авиационных происшествий из-за попадания экипажа вертолетов легкого класса полугодного условия полета. Наша цель – изучить обстоятельства и причины, дать рекомендации летному составу по предупреждению и действиям при попадании в приборные условия полета. Как правило, эти материалы аккумулировались по результатам расследований по Вадима Матта. Вот у меня есть возможность довести все те авиационные события, которые случились в период с 2009 по 2013 год. Если это интересно, то можете читать. Интересно? Интересно. Вот 2009 год. 10.09.2009 год. Ночь, простыние эти условия, практически полулачь местного времени, 62 километра от Иркутска, произошла к отолету Белл-407. Причиной катастрофы появилась профессиональная неподготовность командира воздушного судна к выполнению полета в данном типе вертолета и его неправильное решение на выполнение несанкционированными органами управления воздушным движением полета ночью в горной, безоритерной, весистой местности на высоте значительно ниже безопасности для фактических условий полета. Произошло столкновение вертолета с препятствием, деливавой высотой примерно 25 метров. Возможно, сопутствующим фактором явилось, не используя из-за датчика опасной высоты на радиосномерии, потери филота, пространственной ориентировки по Грену из-за недостаточного опыта полетов на вертолете с прямой индикацией в Гренах на вертолете. 2010 год. 2 января 2010 года. День. Сложно иметь условия аварии вертолета Робинса 44. 4-й Фермский край. Причина авиационного происшествия явилась профессиональная подготовка пилота для полета в осенне-зимний период, и столкновение вертолета следового полета с реки, которое в случае явилось следствием потеря пилота в пространственной ориентировке при выполнении взлета в условиях сильного снегопада и метели, отсутствии линии, видимого горизонта, при полной близне, рассылающей полета с реки и отсутствия наземных рейтингов. 10-й 03-й 10-го года ночь. Можно иметь условия 14 часов московского времени. Карелия. Катастрофа с летолетом Робинса 44, принадлежащей частному лицу. Но сейчас уже понятие есть, да, авария, катастрофа. Вы уже понимаете, катастрофа с условием лежатым. Авария, повреждение воздушного сутка. Находившись на борту воздушного сутка, пилот и пассажир погибли, вертолет получил значительную помощь. Причиной катастрофы явилась потеря пилота в пространственной ориентировке при выполнении полета в СМО, при отсутствии видимости наземных ориентировок, что привело к столкновению вертолета с подлетом снегом, с небом, с небом, с небом, с небом, с небом, с небом и с небом. 11-й год, 20-й, 01-й. В день сложно иметь условий катастрофы, вертолет АС-155, управление. Вертолет и группы. На замерзшей поверхности у озера Сухотольская, на борту находилось большие экипажи, 4 пассажиры. Причиной катастрофы стала потеря ПВС-пространственной ориентировки при полете в условиях ограниченной видимости, небезных достилащей поверхности, то есть отсутствие подразности, видимости естественного горизонта. Но если более подробно описывать эту ситуацию, выполнялся полет, была высокая влажность и попадали осады. Пилот, попадая в такие условия, понимает, что улучшается в горизонтальном виде, вследствие того, что он принимает степление гранины, в лобовое степление кабина, в вертолете. Он пытается принимать какие-то меры, включает обогрев, но, к сожалению, вертолеты легкого класса, как правило, стекло не обогреваемое, соответственно, нальз, который образовывался на остекление кабины, естественно, ухудшила видимость. Он выполнил посадку. Выполнили посадку, вышел из вертолета, попытался механически освободить от этого нальзи, остекление кабины, освободил. Тем не менее, понимая, что попал в скобик обледенение воздушного судна, лишь принимает решение на продолжение полета. Слетает, выполняет полет, обледеневает остекление, утеряет пространственную ориентировку, теряет контроль за высотой, воздушное судно снижается и на большой скорости с этой красавицы задом узел. В результате столкновений пассажир, причем он был в пристегке, пробивает лобовое степенье, притрает в области, пробивает, но остальные, насколько я знаю, остаются уже. Тем не менее, опять же, во-первых, неправильное принятие решения на продолжение дальнейшего полета, это во-первых. Во-вторых, воздушное судно изначально было не приспособлено полетом и приплатив в условии. В принципе, мы выполняем полеты в основном на Робинсен-44, на 6-й случае. Это воздушное судно, опять же, нужно применять, использовать, только в условиях, к которым оно, в принципе, приспособлено. Следующее акационное событие. Июль месяц, 9-й числа 19-го года, ночь, простые в эти условия, в космосе, в вертолёт Робинсен-44, в Костаярский край. Причина аэционного путешествия и любой, наиболее вероятна, в то есть потеря и вот на пространственной ориентировке ночью, в условиях приземного тумана, скучающей видимость, естественного горизонта и раздельного полетия, что привело к столкновению с кроманом вертолета с проектом Сто-Зелёной. 18-й, 10-я ночь, сложные метеоусловия, ночь, катастрофа вертолёта Робинсен-44. Метеоусловие Штиль, видимость 10 километров, область несквашная, высота нижней границы область несквашенства, но 200 метров, слабый снег. При выполнении полёта ночью, условия, в соответствующем визуальном полёту, произошло столкновение на полёты с земной поверхностью. Воздушная сутка, полностью разрушена, пожарный вертолёт на борту не было, и он подвестил. Женя, а как это 10 километров видимости не соответствовал? Сильный снег, возможно, это не совсем корректная информация, но, насколько я знаю, по этой ситуации, он взлетел, но привык выполнять полёты ночью при искусственном горизонте, по сути, который создавался какими-то световыми ориентировками. В этой ситуации достаточно просто создаётся предпространственное положение бортолёта. Но в процессе разворота он вывел бортолёт в сторону листового массива. И световой ориентирует эти провалы. То есть попал, по сути, как в приборные условия? Он попал, по сути, в приборные условия, хотя видимость реально составляла более власти ломера. То есть получается, он выдерживал... Потом я знаком с результатами работы комиссии, МАК, проводили расследование и исследовали файлы, находящиеся в GPS. То есть в принципе, даже GPS позволяет определить, какую скорость он выдерживал, какой крен по данному моменту составлял пилотерно-воздушного судна. Произошло следующее. В процессе разворота он чётко выдерживал скорость, чётко выдерживал крен, но потерял контроль за вертикальной скоростью снижения и подошёл. То есть вот в таком положении он просто вошёл в зону. 2012 год. 6.04. День, сложно иметь условия, построг на вертолёт был 407 от Барса. Причиной аэриционного происшествия стала потеря КВС, контроля за высотой при погодных условиях, несоответствующих минимум для полёта пункта ОВП, что привело к спортовению водолёта земной поверхности. Авиационному происшествию способствовали непринятие КВС решения о возрасте на аэродром вылета, запасной аэродром или о совершении вынужденной посадки на подобранных смоток площадок и ухудшении метеословия до значения нижней установки. Нарушение КВС правил взаимых полётов, выдерживших выполнений полётов в районе с нелётным прогнозом полёта. 6.04.12 авария в долёте Агусто. Причина аэродром происшествия – потеря экипажа в контроле за высоты при полёте в условиях ограниченной видимости и грязной посылающей поверхности. Сопутствующим фактором явилось отсутствие регламентирующей документации и рекомендации о применении метеорологических терминов в реализации прогноза для принятия решений на вылет при полётах по КВП и отсутствия регламентирующей документации и так далее. 16.10.2012 катастрофа вертолёта Е-44 в районе населённого пункта Муравья в Кульской области. Наиболее вероятнее непосредственной причиной катастроф явилось несразмерное неправильное действие пилотового на направлении вертолёта и потери пространственного положения в метеоусловии хуже установлен для ПРУП привесших падение оборотов ниже допустимо с последующим разрушением воздуха несущей системы. Альционное происшествие способствует на приятие КВС современного своевременного решения при улучшении метеоусловии по значению ниже установленного для полёта ПРУП в открытии на аэродром или на полёте на запасной аэродром или в плану посадки на площадку подокровения. Отсутствие КВС подготовленного полёта только по префорам навыков включая обманывание разворота на 108 призракан об этом мы поговорим немножечко попозже как разрушение воздуха несущей системы. Перетяжелел по сути несущий вет потеря оборотов несущей ветра ну вы знаете да начинает то есть сверхпоток послопостей несущей ветра восьмой двенадцатого катастрофы вертолёта отборности сутки четыре солнечного с московской области причиной катастрофы наиболее вероятна делась потеря эксплуатирующим пассажирам не находившимся на рабочем месте ввода пространственной ориентировки чтобы неосновить вооруженностей древней ветевой поведомости потери пространственной ориентировки наиболее вероятна делась следствием сочетания следующих авторов отсутствие пассажира ГВС подготовки и навыков выполнения полета в плочи надбезориентированной местностью в условиях местного обучения и агроничная видимость выполнения полета пилотирующих пассажиров в среднем а ГВС влёг и стихо на 1-ой на 1-ой на 1-ой насколько я знаю в этой ситуации ГВС выполняет полет с местного инструктора он ещё не поставил педаль пилотированный по сути существовал и не мог повлиять глянный пассажир и ГВС не мог повлиять на безопасность скупа в том 13-ый год под 6-ой на 8-ой в Иркутской области катастрофы полета Робинс 44-й находившийся на бородах пилот пассажир Паку Воздушное судно Рабуш Причиной катастрофы явилось выполнение командира Воздушного судна не имеющего соответствующего подготовки допуск полета до ПВП ночью что при этом сновновения полета управляя полете с высоким берегом вместе под сопутствующим авиационным путешествия фактора могло быть возможным согласно прогнозу наличие тумана в тарени ряки вдоль которой она вспоминает 14-ой 9-ой 13-ой в районе населенного пункта Старец в Тверской области произошла катастрофа полета Кимон-Агуст находившийся на банды пассажир погиб для Воздушного судна Рабуш Включение катастрофа наиболее вероятное было с потерей ПВС пространственной амсировкой и попадания приема на столице В настоящем времени остаются незавершенные расследования 4 из 7 авиационных происшествий произошедших с летним наполетом в 2014 году 30-го 2014 года в районе населенного пункта Инта Республика Коми произошла катастрофа Робина 704 находившаяся на портет Голота воздушная сумма разрушена Наиболее вероятное причин катастрофу идут с потерей пилотов контроля взрослых полет в условиях высшивки путинности небелезны посылающей поемности 13-го 5-го 14-го в области поселенного пункта Рахляв Всеворского района Минградской области подошла пилота рях полет пилот пилоты подовольстся пилоты пилоты и пассажиры в парке Оставшиеся события пока еще проводятся расследования, причины вести к сожалению. Выбор следующий, МАК. Согласно статистике, если с пилотом вертолета Роднесса 44, ну или его пролети, тогда случилось авиационное происшествие, то оно, скорее всего, будет связано с его неправильными действиями, условием переходного полета и заканчивается, как правило, в посту. Данный вывод относится не только к пилотам, но и к пилотам, соответственно, у них тихо. Белл и прочее. Следует также отметить и обратить внимание, что ни одной цифровой происшествия не произошло в облаках, то есть при классической нулевой видимости. Для полной или частичной потери личного пространственного срока достаточно удовольствия и неприятного сочетания этих условий во время суток и природных климатических факторов. Подсутствие контраста вне зонирования земли и безоинтересной местности. При стремлении экипажа продолжать платежный упор по правильному звуку. Давайте немножко поговорим о развитии ситуации, с которой мы достаточно часто сталкиваемся, особенно в период выполнения полетов, осенью, зимой, когда погодные условия не совсем благоприятны. То есть вертолеты легкого класса сами по себе, как воздушное судно, достаточно сложно пилотировать. С чем это связано? Чем меньше летательный аппарат, тем сложнее пилотировать. Я уже неоднократно говорил, что Робинсон 44-й – это вертолет, который требует достаточно серьезных навыков подготовки. И приборное оборудование не соответствует, по сути, выполнению полета в приборных метеоусловиях. Почему? Ну, такой пример, да, из обычной жизни. Чтобы заколотить, допустим, забить гвоздь в стенку, что мы используем? Ну, скорее всего, молоток, да? Мы же не используем для этого пилу. То же самое. Невозможно пытаться выполнять полет на вертолете, который не предназначен для этого. Приборное оборудование, установленное на вертолете Робинсон, позволяет безопасно завершить полет, если вы попали условия ограниченной вертолеты, даже в облаках. Он позволяет это сделать. Для этого на нем достаточный комплекс приборного оборудования. То есть и авиегоризонт, который позволит сохранить пространственное положение вертолета, указатель скорости, высотомер, и даже, выполняя полет по дублирующим приборам, то есть без авиегоризонта, мы, в принципе, можем безопасно выйти в условия полета не приборно, а визуально, да, когда есть возможность пространственное положение вертолета по естественной вертолете. Но вертолеты легкого класса не предполагают длительного полета. Во-первых, у этого состава должна быть высокая ретермированность полета по приборам, то есть навык, русской, чем навык. Но, тем не менее, вертолет, требующий постоянного контроля в полете, то есть отсутствие систем стабилизации автопилота, отсутствие механизма загрузки на органы управления, все это способствует тому, что пилот очень быстро устареет подъезд. Соответственно, уставший пилот не может четко контролировать пространственное положение вертолета. Закрадывается ошибка, которая приводит к чему? К усложнению ситуации. Усложненная ситуация опять же может перерасти в какую ситуацию, можно рассматривать. Усложненная, сложная ситуация, когда пилот начинает уже, по сути, ворваться с воздушной службы. Дальше эта сложная ситуация может перерасти уже в аварийную. И как вот я привел привет в заключение МАКа, как правило, будет катастрофическая ситуация. Отсюда вывод следующий. Во-первых, необходимо готовиться к полетам, приборным полетам. Нужно иметь навыки, которые, в принципе, и определяют центральные авиационные правила, как и точно, ну, допустим, факт у нас восьмой, но у Василия Георгиевна, ведет нас к тому, что пилот должен иметь выполнить в резонтальной плоскости разворот, да, безопасно выполнить, и выйти в условия, в которые можно дальше уже продолжать условиям. Нужно понимать, что пилотировать легким вертолетом в облаках тяжело. Нужно стремиться, как правило, не попадая в такие условия. А если Вы попали в такие условия, то, соответственно, предпринять все меры к выходу из них. Это во-первых. Ну и плюс, естественно, уметь достаточно твердые навыки пилотирования вертолетов. Помимо всего прочего, необходимо еще уметь пилотировать пилотирующим, потому что отказ на вере горизонта – это тоже достаточно серьезная ситуация, да. И навыки должны быть. Плюс еще средства навигации. Ну, вот Дмитрий Русанов расскажет о чем-то в дальнейшем на следующей лице. Средства навигации. Вертолеты легкого класса, как правило, не оборудованы системой навигации, обеспечивающей, ну, вывод воздушного судна в зону, где филот может безопасно снизиться. Ну, допустим, автоматический радиокомпас, да. Дороги с ним установлены на других вертолетах тоже легкого класса, как правило, не установлены. Ну, из-за исключения, не два того часа. То есть, при выполнении полета в облаках, представим, что отказал от GPS. Как мы будем продолжать полет? Нам необходимо выйти в тот район, где можно безопасно снизиться, да. В полной уверенности, что мы снизимся и не столкнемся с рельефом местности, во-первых. Во-вторых, мы столкнемся с препятствиями. То есть, эта точка нашего снижения должна полностью обеспечивать безопасное снижение. Но в случае отказа от GPS, как мы можем прийти в эту точку? То есть, вопрос, по сути, открыт. Можно, конечно, использовать внешние источники информации. Можно, допустим, запросить пеленг на радиостанцию, пеленг, запросить на автоматический радиопеленгатор, допустим, в Шереметьево или в Абдулково, то есть в крупных аэропортах. Но, тем не менее, необходимо при этом еще и продолжать пилотировать воздушный суд, сохранять его пространство на радиостанцию. И одному это достаточно сложно. Я нацеливаю на то, что пилотировать нужно. По сути, мы выполняем полет и летим перед летолетом. То есть, пилот должен предвидеть и прогнозировать ту ситуацию, которая может развиться в дальнейшем. Не сможет ли он справиться с ним или нет, это уже второй вопрос. Прогнозируйте, изучайте метеообстановку. Принимайте решение на вылет грамм. И стремитесь как можно реже попадать в условия, к которым вы не подготовили. Пилотируйте. Были выработаны рекомендации экипажем вертолетов легкого класса по предвращению внезапного попадания приборного полета. Каковы эти рекомендации? В принципе, мы большинство из них используем. И на базе нашего АУС проводится подготовка к пилотировым полетам по приборам. Вопрос, конечно, спорный. Стоит ли пилоту-любителю учиться этому? Потому что есть сторонники того, что, в принципе, нежелательно обучать пилоту-любителю, потому что, попадая в приборный полет, имея какие-то навыки, он все-таки будет дальше в плане полета, потому что считает, что он к этому подготовлен. Но, тем не менее, я считаю, что подготовка необходима. Но эта подготовка должна вестись не эпизодически, а постоянно. То есть, если проводить проверие, допустим, даже с государственной авиацией, там ежемесячно пилоты выполняют по три захода под шторкой на аэродром. Днем и ночью, ежемесячно, для поддержания своих навыков и натренированности в приборном полете. Мы этой возможности, к сожалению, не имеем, а порой имея эту возможность, не пользуемся. Но, тем не менее, я настраиваю вас на то, что необходимо это делать. Необходимо учиться, необходимо тренироваться и поддерживать эти навыки. Федеральное национальное право 128 ПАФ требует, чтобы пилот вертолета умел в закрытой кабине выполнять разворот на 180 градусов, имел навыки вывода из осложненного положения, маневр скорости с гашением до нуля, пилотирование по дублирующим приборам, заходы на посадку с закрытым авиаризонтом по кроссовой системе со снижением до высоты 50-10 метров на скорости 50-10 км в час. Пилотирование по ПВП в закрытой кабине. На заход на посадку с закрытым авиаризонтом это не ПАФ, это же ПАФ, это в порядке подготовки непосредственно у нас в Павуцке. Как правило, по методской подготовке мы это отрабатываем. ПАФ не содержит таких жестких требований. Каковы же рекомендации экипажам вертолётов лёгкого класса при внезапном решении условий визуального полёта? Воздушный кодекс Российской Федерации, статья 20, командир воздушного судна имеет право принимать окончательное решение о взлёте, полёте и посадке воздушного судна, а также о прекращении полёта и возвращении на аэродром или о вынужденной посадке в случае явной угрозы в безопасности полёта воздушного судна в целях спасения жизни людей, предотвращения на все ущерба, окружающиеся людей и так далее. Такие решения могут принять приняты с отсутыванием отлана полёта в указании соответствующего органа Единой системы организации воздушного движения, и задания на полёте с обязательным уведомлением и по возможности соответствующего установления направлённого полёта, принимать минимальные меры по распечению безопасного завершения полёта воздушного судна. В целях при встрече в полёте с условием погоды нижнего метеоуминума и опасным метеоумивлением командиры вертолёта разрешается предвести посадку на площадку подобранной службы. Взлёт с этой площадки разрешается применять условия соответствующих метеоуминум командира на Тольёта. О своих действиях он по возможности информировать орган губернативного управления управления, которое осуществляет обслуживание полёта данного воздушного судна. При попадании в метеоусловие, это статья 219, полётов которых экипаж не подготовлен, командир воздушного судна обязан доложить об этом орган управления воздушным движением, принять все возможные меры, выход из них, вне зависимости от установки, продолжить и прекратить выполнение обслуживания. Спасибо. В случае, когда это необходимо для прекращения отцовных происшествий, это преступление и хитринное нанесение беда здоровья людей. К опасным для полёта метеоуминуминам условия относятся у каждого раэландом метеоуминума условия полёта, в котором сопрещается. А радуемому воздушному судну и пилоту присваивается определённое метеоумение, в котором он имеет право выполнять полёт. Всё это зависит от уровня подготовки и конструктивных особенностей воздушного судна. Подготовки пилота, соответственно, конструктивных особенностей воздушного судна. Полёт на ПВП на истинных высотах менее 300 метров выполняется при видимости водной и земной поверхности, кроме случаев указанных, настоящих правил. То есть вне облаков, в нём при видимости не менее 3000 метров для самолетов, и не менее 1000 метров для этот олёт. В ночь при видимости не менее 4000 метров. Полёт по ПВП на истинных высотах 300 метров лучше выполняется. При расстоянии по вертикали от воздушного судна до нижней границы облаков не менее 150 метров при расстоянии под незаторией от облаков не менее 1000 метров. В нём при видимости не менее 2000 метров, в ночь при видимости не менее 4000 метров. Можно выполнять полёт над облаками, если расстояние по вертикали от облаков до воздушного судна не менее 300 метров. В случае полёт над сослоями на любяти Beautiful하기 because of that обладатель свидетельства частного пилота с квалификационной отметкой на виде воздушного судна и вертолета должен иметь налет не менее 1 часа под прибором, хотя я считаю, что это крайне недостаточно. Должен пройти подготовку на вертолёт с двойным управлением по руководству пилота-инструктора, в ходе которого он получает опыт эксплуатации в ледочных областях. Распознавание контроля факторов угроза ошибок, полёт только по приборам, включая упоминание разворота, включая упоминание разворота на 108 признавания в космосе, полёт при имитации аварийной обстановки. Таким образом, при внезапном попадании приборного условия полёта, возможно, варианты действий экипажа является. Отход опасной зоны метеоявлений, возврат на аэродром площадку вылета, полёт на запасной аэродром, посадка на самостоятельно подозванную площадку, переход на приборный полёт разворота на 108 в горизонтальной плоскости, снижение на ПМВ, это предельно малая высота, и продолжение полёта с огибанием рельефа местности до первой возможности выполнить ненужную посадку. Переход на правила приборного полёта с переводом вертолёта в набор высоты, продолжение полёта в блокад, на безопасной высоте, до первой возможности выйти в район с метеообстановкой, обеспечивающей правила взрывизуального полёта. Однако мы должны понимать, что средства навигации у нас, те средства навигации, которыми мы пользуемся при полёте, на полёте Робинса, не совершенны, и GPS является поличным средством навигации. Поэтому входить в облака, выполнять полёт, продолжительный полёт в облака, мягко говоря, не рекомендуются. Вопросы есть к этому? У меня есть. Женщик, я за полом чуть-чуть попроще. Здравствуйте. Кто не знает, меня зовут Михаил Фарик, я пилот-жидич. Это очень, как вы все видите. И хочу обратить внимание, Женя, извините, вот на что. Мы вступаем в зиму. Это значит, что будет достаточно много дней. День облачных, пасмурных, облачность низкая, с обледенением, то, о чём Женя говорит. Световой день существенно сокращается до 22 декабря, потом будет чуть-чуть изменяться. И таким образом мы рискуем ещё и в ночное время попасть в полёт. Все мы, пилоты-любители, получили свои пилотские. И, в принципе, сейчас у нас отменили этот ночной рейтинг. И все считаем, что мы готовы летать ночью. Я очень редко, а может быть, даже ни разу здесь не слышал, может, я слушаю плохо, такую штуку в РЛ написано на Робинсо, что разрешаются ночные ПВП-полёты при видимости освещенной поверхности. Вот освещенную поверхность мы все как-то выпускаем. И когда летишь над Тверскими полотами, в Питер, например, ночью, или из Питер, то никакой освещенной поверхности там близкой нет. В лучшем случае ты где-то на горизонте видишь один огонёк, по которому горизонт обретить невозможно по одной точке. Поэтому я хочу сказать, напомнить, что если летишь ночью, ты должен быть готов к тому, чтобы в любой момент твой визуальный полёт превратиться в приборки. И об этом тоже не надо забывать. Я ночью летать ненавижу, ну хотя бы потому, что я не знаю, куда падать в случае чего. Честно скажу, я для себя считаю возможным летать в приборных условиях. Я никого и не призываю это делать. Для этого нужно тренироваться, тренироваться усиленно. Вот. Но просто надо понимать, что, ещё раз подчеркну, мы все пилоты-любители летаем, потому что любим это делать. Не потому, что кто-то нас пинает взад и говорит, слушай, что ты там, что ли, как, вези меня. Нас ничто не вынуждает. Мы так можем лететь, можем не лететь. Поэтому, если есть сомнения, то лучше не лететь. Но если ты всё-таки влетаешь в приборные условия, ты должен абсолютно железно знать, где и как ты из них будешь выходить. Абсолютно железно. И если ты летишь над облаками или в облаках, ты должен чётко быть уверен, что в том месте, куда ты летишь, или рядом с запасом твоего топлива, у тебя есть гарантированное место, где нижний край облачности позволяет тебе безопасно снизиться, без всяких препятствий искусственно, и перейти на визуальный полёт. Вот. Но, повторюсь, для того, чтобы такие вещи делать, нужно быть очень и очень хорошо натренированном. Для этого есть шторки, для этого у нас есть инструкторы, которые очень хорошо готовят приборным полётом, включая подготовку к приборным полётам со всякими отказами. У меня вот на борту есть аж три такие резиновые нашлёмки, когда заклеиваешь горизонт, там, вариометр и ДПК, например. Всё равно здесь, под убегающим прибором. Вот. Но это такой достаточно, достаточно ответственный труд. Если вам это неинтересно, если у вас нет времени, может, денег нет на лишние занятия, то я советую летать вот с такой походу и при дневном свете. Ночью, правда, советую, не советую летать. Ночной полёт в любой момент может стать приборным. Любой, абсолютно. Ночью вы можете незаметно для себя влететь в облако. Днём? Нет. Собственно, и дневной полёт может стать приборным. Ещё вот, я не слышал, может, упустил. Есть такое явление, называется белизна. Это как раз вот в этой белизне убился Ян 10 марта 2010 года на Анестском озере. Формально там были приборные условия. Там была горизонтальная видимость и нижний край облаков там был 800 метров. Но он влетел на территорию Тангопорской губы, Анестского озера, и всё, он противоположного берега не видит, потому что он там за 300-300 километров, а у него видимость тысячи горизонтальная. У него белый низ и белое облачное небо. И всё. Он в белом космосе. Это называется березанно. Английский вайтаун. И он не был готов к приборным условиям полёта. И вот мы только живём, его красавица умный, сожжённо вспоминает, к сожалению. Вот. Собственно, вот на это я хотел бы ещё обратить ваше пристальное внимание. Давайте летать. Безопасно и с удовольствием. А если хотите быть круче, то для этого надо достаточно тяжело, напряжённо работать. Спасибо. Даже против солнышка, выполняя полёт, тоже попадаешь, по сути, в ограниченную видимость. Но тоже отчасти рекордный полёт, хотя, казалось бы, ясное небо, да, хорошая видимость, но против солнышка, всё, она уже ограничена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...